Я прочитаю сказку по мотивам фольклора народов Камчатки, которую написала Марина Бабанская. Называется она сказка о храбром богатыре Узоне и его возлюбленной Наюн. К тетке и толпы нас привело любопытство. В какую бы сторону Камчатки мы не отправлялись, всюду нам рассказывали о ней. Когда-то эта старуха слыла первой красавице на океанских берегах. Поговаривали, будто к ней ездили свататься парни разного достатка со всех лесов, горы, морей. А одному знатному юноше так хотелось покорить сердце гордячки, что он приплыл к ней из далекого острова верхом на синем ките. Но и того чужостранца отвергла и толпы. Убитый горем, сгинул он в глухих камчатских лесах. А его огромный кит так и остался жить в бухте неприступной красавицы. С тех пор прошла, наверное, тысяча лет. Нет в живых ни влюбленного чудака, ни его кита. Лицо и толпы, морщинистое и потемневшее от времени дыма домашнего огня, теперь походят на древесную кору, а сама тетка – на старую иву, такую приземистую и широкую, что и вдвоем не обхватить ее. Один рыбак, повстречавшийся на океанском берегу, рассказал, что молодость и красоту тетка выменила у лесного шамана, но сундук диковинных легенд и сказок. Если вы хотите узнать что-то про Камчатку, если хотите увидеть то, что не видно глазу нерадивого путешественника, отправляйтесь к тетке и толпы. Она расскажет вам, кто ходил по земле Кутха до вас и о ком поют здешние ветра. Рассеченным леской пальцем он указал нам дорогу к толпы. И вот мы, любопытствующие странники, прибывшие на Камчатку с другого края Большой Земли, стоим у ее порога в надежде услышать хотя бы одну полуправдивую историю из тех, что пылятся теперь в ее волшебном сундуке. В тесной еранге и толпы светло и душно. Через приоткрытый полок на пол падает рассеянное облако солнечного света, в котором повисли серые лепестки пепла от очага, да невесомые нитки паутины. В середине еранги хрустит полень имениный осытный огонь. Прежде чем бросить в него очередное лиственничное полено, тетка и толпы вынимает изо рта курительную трубку, прислоняется широким, чуть приплюснутым носом к еще влажному, от утренней росы дереву и вдыхает его запах. В шершавые поленья лиственницы пахнут так же холодно и свежо, как мятный леденец на языке. Пока я разливаю чай, рассказывайте, зачем пожаловали? Голос и толпы скрипит, как высокая сосна на ветру. Она с осторожностью подает нам кружки с крепким брусничным чаем. Тетушка и толпы, люди говорят, ты знаешь столько историй, что и трех жизней не хватит, чтобы все их пересказать. Робко начал кто-то из нас, отхлебнув из кружки горячего чая. Мы пришли издалека, чтобы услышать какую-нибудь древнюю красивую легенду. Хм, значит, из любопытства пожаловали. Кряхтя она уселась на свое место и снова задымила трубкой. Что ж, подвиньтесь к огню, сядьте в круг и приготовьтесь слушать. Расскажу я вам одну историю про очень любопытных людей и про очень большую любовь. История эта приключилась на нашей земле, которую великий ворон Кудх достал когда-то с одноглубокого океана. Грустный у нее конец или нет, решать вам. Только помните, что все, о чем я вас сейчас поведаю, чистая правда. Давно это было. В те времена на нашей земле стояло грозное царство вулканов и бурлящей воды. Низкое небо, ошпаренное кипящими гейзерами, будто потрепанная простыня, висело над черными вершинами вулканов, дрожа и покачиваясь на холодном ветру. В том царстве жили злые духи, и было их числом поболее, чем звезд в самую черную ночь. Со своим вожаком, хромым нинвитом, много горя принесли они земле Кудха и ее обитателям. Духи жили в дымящихся горах, внутри которых стояли огромные каменные котлы. В тех котлах варилась густая тягучая лава. Закипая, она словно огненное молоко поднималась все выше по жерлу вулкана. Наконец, шипя и искрясь, лава проливалась за края огнедышащих гор и смертоносной рекой неслась до самого океана, сжигая все на своем пути. Только черные потеки золы и пустынные поля пепла оставались на стонуще от боли земле. Над долиной дымящихся гор не летали даже самые смелые птицы. Звери в панике убегали прочь, едва почуяв тяжелый запах дыма и кипящей лавы. Не бывал в том царстве и человек. Старики строго-настрого запрещали молодым даже смотреть на чернеющие вдалеке вершины вулканов. Немало храбрецов, ослушавшихся наказа старших, погибло на поступах к парящим землям. В те времена наши предки селились на берегах бурных рек и у самого океана, куда не дотягивались острые языки и лавы. Но и у воды не было людям покоя. Поднимаясь высоко в небо и кружась над долиной, злые духи заваривали в вулканах такой крепкий ветер, что как только его спускали из привези, он с грохотом бросался на человеческие стойбища, ломал еранги и переворачивал рыбацкие лодки. Боялись люди и большой воды. Словно запылившееся покрывало хватали духи океана с одного конца и, хорошенько встряхнув его, насылали на другой берег громадные складки волн. Одна за другой они набрасывались на берег и слизывали с земли все, что там было, оставляя лишь черный песок и пучки морских водорослей. Стая Нинвита умела даже раскачивать землю, будто детские качели, и тогда только добрые духи могли спасти людей от гибели. Однажды ранним утром, в последний месяц снега, потихоньку начинался самый обычный день. Безмолвная земля была наполнена предрассветными снами, разноцветными и счастливыми. Влюбившим покушать снилась копченая рыба и корзинки со спелыми ягодами. Тем, кто предпочитал побольше поспать, снилось, как сладко они спят. Молодые девушки видели во сне прекрасных и смелых парней из соседних стойбищ. Рыбаки грезили о богатом улове. Только в одной иранге уставшая мать под скрип люльки все не спала и тихонько пела маленькому сыну тягучую и сладкую, как мед колыбельную. Едва она закончила петь, как в долине дымящихся гор проснулся хромец Нинвит. На всей Камчатке ему одному никогда не снились сны, поэтому он пробуждался самым первым. Вот и теперь Нинвит проснулся на дне вулкана, долго чихал от собравшегося в носу пепла и, наконец, вылетел из жерла своего страшного жилища на улицу. Марая утреннее небо пепельными кляксами, он направился на высокое горное плато, где зимовало стадо диких оленей. Ни добра, ни зла они ведали эти желтоглазые звери. Они лишь выполняли волю того, кто сможет схватить их за рога и оседлать. Серым густым облаком Нинвит опустился на спину самого большого и сильного оленя. Ухватившись за ветвистые рога, злой дух силой пришпорил его, и громадный зверь, что есть мочи, помчался вперед. Вслед за вожаком рванули и остальные олени, поднимая снежную бурю. Мерзлая земля застонала и закачалась под их копытами. Поползли повсюду кривые глубокие трещины. Люди у океана проснулись, почувствовав, как знобить землю под ними. Зашипело, заволновалось пламя домашних очагов. Заскулили лайки у иранг. Сильнее прижались к важенкам разбуженные тонконоги оленята. Старый шаман Тамтам, закрыв глаза, вслушался в треск, расходившийся по швам земли. Это хромой Нинвит уселся на спину громадного оленя и хочет раздробить землю на мелкие крошки. Тихо сказал он напуганным соплеменникам, прибежавших к его ирангу. Только добрым духом под силу помочь нам. Сидя на коленях перед домашним огнем, шаман запел ему одному известную песню. Он умыл свое лицо дымом костра, и огонь прочитал горе старика. Тогда тонкая, как нить шелкопряда, струйка белого дыма, запомнившая шаманскую песню, поднялась румяная от зимней зари неба. Все выше и выше тянулся дым от домашнего огня, и быстрый ветер, подхватив шаманский зов о помощи, разнес его по округе. Тем временем Нинвит все безжалостнее пришпоривал оленя. Вожак стада задыхался под кромым злодеем. Все шире по заснеженной земле расползалась черная паутина трещин. Но вдруг кто-то невидимый схватил вожака оленево стада за рога и силой осадил его. Огромный зверь заревел и с грохотом рухнул на землю. Подняв высокий столб, снега олень затих. Нинвит кувырком слетел с широкой спины поверженного зверя. Чертыхаясь и прихрамывая, он поспешил убраться во своясе. Потеряв вожака, стадо оленей замедлило свой бег, а чуть погодя и вовсе остановилась. Земля, как взволнованная в чашке вода, постепенно успокоилась и снова застыла на месте. Буря стихла, будто ее и не было. Только легкий, едва уловимый утренний ветерок лениво бренчал на медных колокольчиках в людских стойбищах. На снежные шапки синих сопок легла розовая полоска холодного рассвета. Начался новый день. Там-там закончил песню и поднял морщинистое лицо от домашнего костра, который горел теперь ровным пламенем. Богатырь Узон снова спас нас. Откинув полог Яранги, там-там вышел на освещенный солнцем снег. Нет границу его доброты, как нет их у неба над нами. И пусть никогда не перестанут люди благодарить доброго духа за его смелое горячее сердце. В тот день, под звуки шаманского бубна, собравшись в хороводы, люди танцевали магические танцы во славу добрых духов, которые всегда приходили к ним на помощь. Ведь только хромой Нинвид, не в силах взлететь в небо, ковылял по бесконечному снежному полю в сторону своей мрачной долины. Оставляя на снегу пепельные кляксы, он кричал в чистое утреннее небо страшное проклятие. Я еще им покажу, я стряхну с этой земли все живое. Не звучать людскому смеху среди гор, не бывать этому никогда. Богатырь Узон жил на вершине высокой сопки, неподалеку от царства дымящихся гор. Был он силен и статен, как таежная лиственница. Сильными руками много раз закрывал он жерла шипящих вулканов, спасая стойбище от всеядных потоков лавы. Богатырь умел оборачиваться ветром, который усмирял бегущих оленей и успокаивал качающуюся землю. В то утро, увидев тонкую струйку дыма от костра старого шамана, Узон поспешил людям на помощь. Много раз злые духи сражались с богатырем, но Узон всегда оказывался ловчее и сильнее их. Никто не знал, где его дом, откуда он прилетает и куда возвращается после очередной схватки с войском Нинвита. Не знали того и люди. Узон любил человека, но не подпускал его к своему убежищу. По человечьим следам Нинвит с легкостью мог отыскать его сопку, разрушить ее и превратить богатыря в камень. Поэтому люди знали об Узоне только одно – сердце богатыря было наполнено добротой, как океан водой. Одиноко жилось Узона на пустынной молчаливой сопке. Подолгу сидел богатырь на самом ее краю, откуда было видно, как каждый вечер солнце, обдав последней волной тепла синеющие горы, скатывалось за горизонт. Иногда богатырь вырезал из ивовых прутьев острые стрелы для лука. А бывало откладывал работу в сторону и начинал играть на варанге музыку залетных ветров, бесконечных зимних юг и осеннего листопада. О чем-то далеком и неведомом пел Узон на своей сопке. Никто не слышал его песен. Но если бы нашелся во всем свете хоть один слушатель этой музыки, то он заплакал бы слезами горькими и чистыми. Очень грустна была песня Узона. Так прожил богатырь еще одну зиму, длинную и белую, как борода самого старого мудреца. После холодов, вьюг и бесцветных водянистых сумерок пришел в края Кутха месяц талой воды. Когда река Палана с просонья скинула с себя ледяное одеяло, подошла пора добрым духом собираться на весенний совет. Едва полопались почки на березах, и показалось на свет новое, полное жизни и сока листва, духи обернулись белыми лебедями и покинули свои дома. Заспанные леса и окоченевшие озера. Прилетел на совет и Узон. Когда все духи собрались на берегу реки, самый старый и мудрый из них Калак обратился к богатырю. «На сей раз, храбрый Узон, мы хотим поговорить о тебе». Богатырь подошел к старцу, приготовился слушать. «Силен и могуч ты, сердце твое не ведает страха. Нет на земле Кутха богатыря отважнее тебя. Но ты совсем один, мой друг, а ничто не точит силу, как одиночество. Из всех слабее тот, кто одинок. Поэтому все на этой земле ищет себе пару. Пришла пора и тебе, Узон, отправиться к людям и найти жену по душе». «Но я могу бороться с Нинвитом в одиночку. Не хватает сил, чтобы одолеть его», – возразил Узон. «Да и потом, какая от жены помощь в сражениях?» Калак лишь улыбнулся на эти слова молодого богатыря. Тысячу лет назад он и сам думал так же. Нинвит не один. С каждым годом его племя все многочисленнее. Оглянись вокруг, Узон, посмотри, как сильно лиственница. Но даже она растет поближе к другим деревьям, чтобы ее не погнул ветер. Все реки, ручейки, речушки бегут навстречу друг другу и становятся однажды бесконечным океаном. И никто во всем свете не может его переплыть. «Я не понимаю тебя, Калак», – Узон опустил голову. «Как простая женщина из человеческого стойбища сможет сделать меня сильнее?» У всякой силы есть предел. Костер потухнет, если не подбрасывать в него сухие ветки. Океан станет пустыней, если реки и ручейки не будут питать его. Ты заботишься о людях, которые живут в наших краях. Но кто-то должен позаботиться о тебе, Узон. Нет ничего важнее для богатыря, чем женская забота и любовь. Задумался Узон над словами мудрого старца. У всех духов, сидящих теперь на совете, дома остались их верные жены. Даже у бессмертного Кутха есть жена Мития. Вспомнил богатырь и печальные песни, что поет он долгими вечерами на вершине своей сопки. Ну что ж, быть по-вашему, мои добрые друзья. Но как отыскать мне среди множества женщин, населяющих землю Кутха, ту единственную, чья любовь сбережет и приумножит силы богатыря? Ту, которая согласится покинуть своих соплеменников и полететь со мной на пустынную сопку? Старец Калак улыбнулся растерянному Узону. Лети к людям и помни, что каждый человек – это музыка. Неповторимая и ни на что не похожая. Когда приходит в мир новая жизнь, ветер плетет для нее мелодию из иголок кедрового стланника, шума дождя, гула, что доносится из морской раковины. Ветер никогда не повторяется, поэтому все люди разные. Из тех мелодий, что звучат теперь на земле, найди ту, которая придется тебе по сердцу, Узон. Найди ту, которую захочешь слушать всю жизнь. Калак замолчал и посмотрел, как весело журчит и переливается на солнце, быстро отталанно. Узон решил послушать советы добрых духов. Обернувшись лебедем, он отправился в край людей, чтобы отыскать ту, без которой одиноко смелому богатырю жить на вершине сопки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова